Областной департамент здравоохранения сегодня празднует новоселье. Теперь он будет располагаться в самом центре Владимира, на Большой Московской. Съемочная группа «Губерния-33» осмотрела новое место работы чиновников от медицины. Найти новое здание департамента здравоохранения не так уж и легко. Несмотря на то, что оно расположено в центре Большая Московская, 61, но все же в стороне от дороги, вход скрыт за деревьями, кроме того и вывески еще нет. Первое, на что обращаешь внимание при входе, это высокие ступеньки. Подняться на четвертый этаж, где расположены отделы организации медицинской помощи, будет тяжеловато. Особенно пожилым людям и инвалидам. Лифта здесь нет, не предусмотрен проектом. Здание находится в историческом центре. Вал, на котором оно размещается, трогать нельзя. Впрочем, выход нашли. И для того, чтобы все-таки населению было удобно обращаться, чтобы была повышена доступность, особенно для инвалидов, хоть здесь и предусмотрены пандусы, мы планируем, что кабинет по приему граждан будет в более доступном, в более комфортном месте, в студенческой поликлинике, которая рядом с областной стоматологией. Здание департаменту выделено новое, после ремонта. Но работы еще продолжаются. Полным ходом идет сборка мебели и монтаж оборудования. На втором этаже разместились компьютерные службы. На третьем – основные кабинеты отдела государственного заказа, бухгалтерия департамента, лекарственный отдел. Приемный кабинет директора департамента Александра Кирюхина находится на четвертом этаже. Департамент никогда не имел самостоятельного собственного помещения. И на момент, до вчерашнего дня, до предыдущей недели, мы размещались в четырех адресах. Это, конечно, было неудобно с точки зрения управления процессом, решения организационных вопросов. И для населения тоже было не очень понятно, куда нужно направляться. Руководство департамента уверено, в новом здании для сотрудников будут созданы достойные условия работы. Просторные светлые кабинеты, большой конференц-зал для рабочих совещаний и врачебных конференций. А вот неудобства из-за крутых ступенек к чиновникам избежать вряд ли удастся. Вполне возможно, что посетители, которые все-таки придут сюда, а не в студенческую поликлинику, и не смогут подняться на четвертый этаж, придется принимать, как и сегодня, прямо на входе в департамент.